Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй и... Ну, конечно, конечно же, Денечка. Я тебя люблю. И я тебя люблю. Сегодня у нас будут покупочки Fixed Price. Огромный, огромный пакет. Я зашла после Нового года, несколько дней спустя, и увидела, что есть там новинки, есть с чем поживиться. И сегодня мы будем смотреть, что же за новиночки у нас в Fixed Price. Итак, первое... Ой, выпало даже. Я решила взять себе колготки. Слушайте, по 200 рублей колготки вот такие черные. Я давно уже хотела купить себе колготки такие. Они не капроновые, а вот именно... Ну, прикольно подплатьится какое-то, потому что раньше я подплатье носила лосиный, но на самом деле лучше всего колготочки. Вот такие вот. Ну, типа лосиный. Сейчас я их померю и покажу вам. Так-то они тянутся, размер S. Даже мне кажется, они очень сильно тянутся. Прям какие-то большие. Резинка здесь не тугая, все такое не другое. Они даже с какой-то легкой лайкой, что ли. Мне кажется, прикольные. На самом деле будут хорошо, и 200 рублей хорошая цена для них. Ту-ду! Колготки! Я теперь рада, что они у меня есть. Я теперь какие-то платьишки понадеваю и под сапожки. Очень клево вообще. Класс! Ну, я также взяла и капроновые колготки. Два штуки, потому что... Так, они... А вот эти вот 199 рублей, это у нас Омса колготки. И 99 рублей 40 ден. Кстати, и тут, и тут 40 ден. Мы сейчас сравним. Эти бежевые, загоревшие. Я люблю, беру все время загоревшие колготки. Вообще, у меня какие-то плотные есть. Вот я их одеваю, мне не совсем нравится. Я их надеваю. Мне не совсем нравится, как они смотрятся. Они очень плотные какие-то, знаете, может быть, даже как бабушкины немного. Но у меня других не было, поэтому я их надевала. Надевала. Простите за мой французский. И черные колготки, потому что у меня нет ни одних черных колготок, оказывается. Иногда под платье нужно прям черные надеть. Я все взяла двоечка, S-очка. Двоечка мой размер. Так. Такие хорошие, темненькие. Безосильные лайкры, насколько я вижу. Загоревшие такие, да. Я люблю такие. Мне нравятся, плотненькие. Супер. Эти 199, а эти 99. Сейчас сравним, чем они отличаются вот так вот, на первый взгляд. Может быть, то, что цветом. Потому что, знаете, бежевые цвета по колготке бывают очень разные. Ой. Слушай, эти какие-то прям потоньше, что ли. Эти более такие, знаете, прям такие какие-то более лайкры, наверное, здесь. А здесь как будто меньше. Чуть-чуть. Ну, вроде неплохие. Я надеюсь, что зацепок много не будет на них. Я их тоже замерю, покажу. Так, колготками я довольна. В целом я потратила на колготки 200, 200 и 100. 500 рублей. Дальше мне под руки попадается вот такая розовенькая корзиночка. Я подумала, что она мне будет очень полезна. Особенно, когда я начну шить. Я там обустраиваю свой уголочек. Вот. И как раз сюда ниточки там сложить. Ну, такие мелочевочку какую-то, которая должна быть под рукой. Мне кажется, в интерьер она вписывается хорошо. Такая плетеная. Кстати, маме она тоже, по-моему, понравилась. Стоит она 77 рублей. Такая декоративная корзиночка. Дальше я увидела вот такие детские печатки. На самом деле, я их уже давно видела. И хотела деньги купить, но почему-то я подумала, что им будет неинтересно. Но так как он у меня любит рисовать, уже любит вот мелкая моторика, уже как бы ему интересно какие-то вещи делать. И если я ему покажу, как эти печатки ставить, начну назвать, что вот это ракета, робот, самолет, воздушный шар, паровоз и вертолет. Ему, думаю, будет интересно. Он будет их уже сам откручивать, ставить печатьку. Я думаю, что он это сможет. Это я вам тоже покажу. Вот раньше не покупала, потому что просто по возрасту не подходила. А сейчас подходит. Такие вот печатки. И там, кстати, разные есть рисунки для девочек, для мальчиков. Мне кажется, интересно. Ну-ка. Оп. А этот не ставит. Видишь? Давай красненький. Нет, давай вот этот. Нет, давай зелененький. На, зелененький. Оп. Ой, что это такое? Воздушный шарик. Закрывай. Молодец. В общем, пацану нравится? Тоже хорошо. Дальше. Это вообще первое, что я увидела в фикс прайсе. Это вот такие часы. Стоят они всего 200 рублей. 199. Они есть там белые и черные. И мне понравились, ну не знаю, именно серые. Они как-то сразу мне бросились за глаза. Но вообще и белые, и черные тоже смотрятся хорошо. Они прозрачные. И мне очень интересно, насколько они тикают. Громко или не громко. Батареечка нужна одна. Смотрите, они прям прозрачные вообще. Ну как в сказке, правда? Очень красивые часики. Мне кажется, на фоне такой вот какой-то красивой стены, красивых обоев, будет смотреться очень необычно. Но мое внимание во всяком случае привлекло. Единственное, что в фикс прайсе у них, здесь вот римские цифры. Есть там, кстати, у других цветов, есть обычные наши русские цифры. Единственное, что я брала часики в фикс прайсе, они очень громко тикали. И это даже кого-то раздражало из моих подписчиков. А я под них засыпала. Так, нам мамачоли дала батареечку. Ну, тикает вот так вот слышно. Мне кажется, они должны как бы громко тикать. Ну не, они тикают, короче, наверное, как те, которые я покупала. Если кого-то сильно раздражает тиканье, то, конечно, ну не подходит это. Лучше всего брать стрелку такую, которая... Кстати, здесь нету секундной стрелки. Здесь только две стрелки. Кстати, намного тише. Вот я сейчас взяла в руки вот так. И вообще намного тише стало. Может быть, как-то надо его укрепить. Знаешь, если его закрепить, может, оно и не будет тикать. Короче, часики классные. Я хочу, чтобы они у меня были. У меня часов на самом деле очень много в доме. А висят только одни. Надо еще куда-то прикрепить вот эти. Хочу, чтобы они висели на кухне. Мне часов мало. Я всегда смотрю на часы. Хоть и говорят, что счастливые часов не наблюдают. Но мне кажется, что я всегда должна знать время. Что мне надо то сделать, то сделать. Мне кажется, деловые люди, они часы наблюдают. Прикиньте, с каким косяком я сразу столкнулась. Зацепилась стрелка за стрелку. И не идет дальше. Сначала в одну сторону попыталась покрутить. Опа, все, застряло, не крутится. Теперь в другую сторону. Оп, застряло, не крутится. И что нам теперь сделать с этим? Здесь, слава богу, есть вот такие вот шурупчики, которые можно открутить и отогнуть немножечко стрелочки. Просто они загнуты неправильно. Но вообще это косяк-косякович. Фикс-прайк. Еще я Деньке купила книжечки. Мне очень понравились вот такие книжки. Девчонки, я купила две. Вот шелкунчик и дюймовочка. Она лежит в спальне. Я уже села, начала снимать, так что не буду за ней бежать. В общем, вот такие прекрасные книжки. И мне очень понравились, как только я открыла картинки. Насколько красивые тут картинки. Смотрите. Вообще, во-первых, такой полуглянец. Ну, не полуглянец, а глянец. И такие яркие, красочные картинки, как будто маслом написанные. И очень, как бы, и крупный шрифт. Все читать удобно. Прям мне самой прям хочется перечитывать. Очень красиво. Вот я взяла щелкунчик и дюймовочку. Дюймовочку мы уже читали, поэтому она там. И еще я взяла детскую энциклопедию обо всем на свете. Такие чудеса света. И тоже, здесь тоже классные картинки. Ну, здесь прям вот несколько чудес. На одной странице. Я взяла это больше для себя. Просто, знаете, ребенку читать, например, и самой узнать о каких-то чудесах света, о которых я, например, не знаю. Я не все чудеса света знаю. Хотя я помню, что мы их учили конкретно в школе. Вот. И, возможно, я куда-нибудь захочу прям очень сильно поехать, для того, чтобы на какое-то чудо света посмотреть. Еще я купила пацану вот такую вот любопытную суслик. Какая-то новая игрушка появилась. Давайте ее откроем. Вот такая штучка кругленькая, это внутри. Вот такой молоточек в комплекте и вот такие вот какие-то зверюшки. Называется любопытные суслики. Две батареечки засовываем. Все провалились, одна торчит. Включить. А, они начинают ездить. Видно? Дэнь, смотри. Стучи по ним. Ты хочешь пальчиками? Можно пальчиками? А так? Нравится. Вот. Игрушка у тебя мама взяла. Нравится? Это суслики. Ой, любопытные суслики, скажи. Идите туда обратно. Пальчиком. Ага, еще. Я взяла вот такие два геркулеса. Две я взяла маме, чтобы она попробовала. Потому что она каждое утро ест. Она каждое утро ест этот геркулес. И она, короче, попробовала. Уже я сейчас не буду разводить и пробовать. Она сказала, в чем отличие между тем геркулесом, который мы едим. Который мы едим, например, он заваривается там 2-3 минутки. И получается цельный геркулес. Он прям вкусный. Ты его ешь цельно. Мама, да, дает, чтобы мы посмотрели. Вот. Он очень вкусный. А вот этот, она говорит, он не цельный, а мелкий там внутри. Когда он заваривается, короче, он как кисель. И она не любит это даже в обычном геркулесе. Вот, когда кашу варишь просто. Ну, короче, она говорит, ей не очень понравился вот этот. Вот они по 7 рублей в экспрессе. Я еще не пробовала, но я ей доверяю. Еще я взяла 2 вот таких вот какао-напитка. Но на самом деле первое, что мне бросилось в глаза, это горячий шоколад и какао. И я захотела просто узнать, чем же они отличаются, горячий шоколад и какао. И когда я уже в чеке посмотрела, то везде написано, какао-напиток растворимый и просто какао-напиток. Вот мне тоже это интересно стало. Они по 50 рублей оба. Иногда бывает, я прихожу в какое-то кафе, говорю, сделайте мне какао. Иногда они тебе делают какао, ты пьешь и чувствуешь, кайфучий какао ты пьешь. А иногда тебе делают, и ты чувствуешь, что ты пьешь шоколад. Я говорю, это разве какао? Вот, например, в Старбаксе мне сделали шоколад. Я прям чувствую шоколад. Я говорю, это какао. Ну, у нас такое какао. Офигеть. А была в каком-то другом кафе, и мне прям налили какао-какао. Я прям чувствую, вот оно отличается. Понятно, что и там какао-порошок в шоколаде, и в какао-какао, да? Но все же различия есть, и как бы мне интересно. Так что сейчас мы будем пробовать с вами заваривать и то, и другое. И еще мне стало интересно попробовать. Это последнее, что я купила в фикс-прайсе. Вот такая вот милка большая. Такой шоколад. И здесь у нас печенье. Орео в серединке. Мне хочется его прям сейчас попробовать. Вчера сидела, прям слюнями обтекала. Хотела. Думала, ну нет, надо снять. Короче, молочный шоколад. Они продаются вот такими огромными шоколадками. Просто огромными. Вот здесь вот так. Давайте попробуем. Ну, вкусно или нет? Вполне себе. Я все чаще начинаю понимать, что я не люблю молочный шоколад. Я люблю горький шоколад. Итак, перед нами два какао-напитка. Но один называется горячий шоколад, другой называется какао. Разница в них в том, что здесь для кружки нужно 2 чайные ложки и разбавлять только молоком. Здесь же можно разбавлять и водой, и молоком, но нужно 3-4 чайные ложки. Это будет более экономно. Также у них разная консистенция. Вот здесь прям видно сахар, крупинки такие идут. Я на половину чашечки сделала 1 ложку, потому что сюда на целую 2, а сюда положила 2 ложки, потому что на целую 4. И здесь более мелкая консистенция. Так, и что лучше пахнет? Сейчас понюхаю. Здесь пахнет шоколадом каким-то. Здесь, конечно, больше пахнет какао. Кстати, оно так и соответствует. Тут какао, тут шоколад. Теперь я разбавлю это горячим молоком. И здесь, и здесь до половины. Цвет тут более темный, тут более светлый. Какао более такой какой-то темный, тут более светлый шоколад. Итак, первый я попробую у нас какао, в котором нужно было одну ложечку класть. Одну ложечку на половину кружечки. Довольно вкусно. И вкус, я вам скажу, какао, не шоколада. А теперь попробуем шоколад, где написано шоколад. Где нужно 4 ложки на целую кружку. Слушайте, тут вообще непонятный вкус какой-то. Ни какао, ни шоколад, если честно. И, соответственно, он более слаще. Если честно, то первый вариант более похож на реальный какао. Но он менее сладкий, но прям вкус какао полноценный. То есть, если бы мне его дали где-то в кафе, то было бы нормально. Вот это я выбираю. Это лучше. Можно его сделать чуть-чуть послаще, если добавить чуть больше какао, например, на стакан. Все, мои хорошие, вот такие покупочки были в фикс прайсе. Надеюсь, вам понравилось. Если так, ставьте лайк. Если фикс прайс вам еще не надоел, и вы хотите, чтобы я продолжала снимать. Мне он не надоел, он все время удивляет и не перестает это делать. Поэтому, если вы любите фикс прайс, продолжайте смотреть, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Обязательно ставьте лайки. Я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Ну что, я поправила, в общем-то, стрелки, отогнула просто верхнюю. И теперь, вроде бы, оно все настраивается в разные стороны. Хорошо, что это сделать легко и просто. Ножом даже открутила и все. И еще мама заметила, что это детская игрушка. У нее однообразная депрессивная монотонная музыка, которая надоедает очень быстро. Поэтому могли бы чуть повеселее, конечно, сделать. Но, в принципе, пацану нравится. Это самое главное. Я готова слушать, пока у меня не взорвется мозг. Субтитры сделал DimaTorzok